Доброе утречко и хорошего дня! Привет, друзья! Сегодня у нас пятница. Ой, что это у меня на стекле такое грязное. Сегодня у нас пятница. Сегодня PA Day. Это Professional Activity Day для детей в школе. Это тот день, когда школа закрыта для детей, а для учителей это обычный рабочий день. В этот день они обычно доделывают какую-то свою профессиональную работу. То есть, например, проверяют какие-нибудь самостоятельные работы, составляют тесты, проверяют тесты, пишут какой-то отчет, делают планы. То есть, в принципе, для них это такой рабочий день в кайф, когда нету детей в школе. А для детей это кайф, потому что они дома. И, естественно, конечно же, обязательно желательно иметь какой-то в этот день, родитель должен иметь какой-то план. То есть, либо бабиситтер сидит, либо дети уже большие сами сидят дома, либо кто-то из родителей. Ну, либо они ходят на продленку в частную группу, в частный сад какой-нибудь. Вот. Так что, как бы, да, как-то я уже об этом говорила не единожды, а уже говорилось об этом много-много раз. Вот. В данном случае сегодня, так как у меня два экзамена, вообще эта неделя была сумасшедшая, поэтому вам не пришлось видеть много видео. Вот непосредственно это видео вы будете уже видеть в понедельник. Вот. Но сегодня вот пятница, и на этой неделе у меня вышли только там в первые дни видео, потому что, ну, как-то было еще что-то отснято с выходных дней. А неделя просто сумасшедшая. То есть, каждый день экзамен, каждый день либо практика, либо теория, либо оба вместе. Вот. И так у меня и происходит. Произошло так в среду у нас было утром тестирование теоретическое. После обеда у нас было практическое задание. А сегодня у нас то же самое. Утром теория. Причем тема такая серьезная, достаточно таки непосредственно стрижка. Так тема и называется. То есть, все, что с этим связано. А связано с этим абсолютно немало. Вот. И потом будет практика. Практика будет по теме окрашивания волос. То есть, это очередная тема окрашивания. То есть, не тема, а очередной экзамен. То есть, мы это учили, но на оценку не сдавали. Вот. Ну, а потом я планирую поехать в Костка. Сегодня у нас Костя дома с детьми. А я на машине, так сказать, шикую, шикую. Но поеду сразу после этого в Костка. Нужно будет изобравиться и подкупить. Потому что детям в школу уже вообще просто реально нечего давать. То есть, нету никаких перекусок, которые обычно я им даю. То есть, у них есть два снака, да? Два перекуса в течение дня. На один из них я даю там печенька им покупаю. На второй, там, например, у Габи есть еще вот этот яблочное пюре, которое я беру в этих тюбиках. Есть крекеры, которые дошки я даю. У Габи больше фруктов, овощей, потому что это то, что она больше предпочитает. У Габи тоже обычно есть банан, либо яблоко. Ну, это как бы есть. Но нету, например, бутерброда с чем делать. То есть, нету булочек, нету Филадельфии, нету колбаски. Ну, как бы, это все то, что я беру обычно в Костка. Вот, поэтому, в общем, буду направляться в Костка. Костка выйдет отдельным видео, обзор Костка. Опять-таки, смотря как мне удастся снять. Если будет совсем мало, то, может быть, и сюда впихну. А если так приличненько, то, наверное, отдельное видео. Ну, а сейчас я вся настроена мыслями на экзамен, поэтому едем и морально готовимся. За ребенка, как правило, сами трудно живут. У них не остается ни сил, ни времени на собственные интересы, на личную жизнь. Тяжесть их родительского долга, понятно, ведь приходится все время тащить лодку против течения. А чем это оборачивается для детей? Передо мной мама с 14-летней дочкой. Мама энергичная женщина с громким голосом. Девочка вялая, безразличная, ничем не интересуется, ничего не делает, никуда не ходит, ни с кем не дружит. Правда, она вполне послушная. По этой линии у мамы к ней никаких петель. Оставшись наедине с дочкой, спрашиваю, если бы у тебя была волшебная палочка, что бы ты у нее попросила? Девочка надолго задумалась, а потом тихо и нерешительно ответила, что бы я сама хотела того, что хотят от меня родители. Ребята, привет! Мы тут уже на самом деле. Закончила я учиться на сегодня. Господи, это был ужасный день. Все это долго. Господи, у меня у манекена уже такой ужасный волос. Такие уже испорченные, из-за того, что на них уже столько всего делалось. Оно уже, ну просто никакое уложить даже нельзя, уже расчесать нельзя уже. И после мытья полчаса только расчесывала. Это кошмар. Ну, неважно, это мои проблемы. Вот сейчас вы услышали, так как это поставить, чтобы оно хорошо меня показывало. Так, немножко криво, но зато видно меня. Ой, еду сейчас в Костка, направляюсь. Слушаю книжку сейчас. Аудиокнига, так как, конечно, читать хочется, но нет времени, в то время, что у меня есть время. Я занята чтением материала для учебы своей. А это я взяла, иногда беру аудиокниги, это вот такая книга. Общаться с ребенком как? Как построить нормальные отношения с ребенком? Как заставить его слушаться? Можно ли поправить отношения, если они зашли в тупик? Очень, кстати, интересно. Конечно, многое мы знаем, по крайней мере я, но практически каждое слово важное, поэтому очень рекомендую. Кто здесь автор? Гипер 100. Юлия Борисовна Гиппенрейтер. Вот. Очень интересно, очень много ситуаций рассматривается разных, которые встречаются, в принципе, даже у меня вот очень много ситуаций, которые бывают из этого рассказа. Из этого рассказа она объясняет, что, почему, как мы себя ведем и почему это неправильно или, например, почему это правильно. В общем, очень интересно, поэтому, так как времени читать нету, слушаю аудиокниги, иногда вот по дороге на учебу. А еще взяла недавно, я очень люблю биографии читать, я взяла Михалкова, биографию Михалкова. Читать такая книжечка прилично. Костя мне говорит, ты на, ты себе льстишь. Типа, что взяла книжку читать, размечталась. То есть, как бы, это очень, ну, он знает мой график, он знает, что это очень сложно найти время для того, чтобы выкроить вообще для чего-то, своего, для себя. А тут я еще и книжку взяла. Поэтому, вот в таких случаях, как у меня, у кто в такой же ситуации, ну, конечно, большая рекомендация, как бы, лично от меня, это аудиокниги, это действительно такое большое спасение на сегодняшний день, что вот так включил, и ты слушаешь, как бы, и можешь прослушать еще раз, если ты там что-то где-то затормозил и протупил, и не услышал, или недопонял, или что-то такое. Вот. Жарко, блин, жарко, жарко. Время у нас уже 2 часа, я думала, что, конечно, намного раньше освобожусь. Сейчас надо через хайвей будет ехать, я это не очень люблю, но окей. Так, хайвей 401 West. Фу, солнце светит, извиняюсь, оно светит в камеру, просто в камеру. Сейчас мы уйдем в другой угол, оно поменяется. Хотела сказать, что сегодня я не собирала ланч своим детям, и мужу, это было, конечно, классно, вспоминала про свое школьное время, детство свое. В принципе, мы тоже ели бутерброды, кто что брал. Но вот была такая у нас, вот волшебство было такое, была столовка, да, была вот эта вот столовка школьная, боже мой, за какие-то копейки можно было, ну, хоть что-то поесть нормальное, купить. То есть, понятно, что, в принципе, мама отдавала, но иногда, знаете, разные бывают ситуации, сейчас как мама понимает, что иногда ты не успел, или иногда там у тебя чего-то нету для того же бутерброда. Не все всегда есть. Насколько я помню, в нашем школьном, в школьное время, у нас не было принято носить горячие обеды с собой в термосах, не помню, я чтобы такой кто-то у нас носил. У нас, я помню, что ребята бутерброды приносили все, включая меня, мы все носили бутерброды, там, яблочко, да, бутерброды, яблочко, вот такое. Мне было что-то другое принято. Вот. И здесь все-таки, детям можно и горячие давать, и бутерброды, в общем, много разных вариантов, и, конечно, это нагружает мозги сильно, потому что в школе нету возможности, как бы нету кафетерии, ты не можешь купить ни булочку, ни там, просто горячий обед можно купить, кто побогаче. Вот это я про это думала, что даже в хай-скул нету, даже в хай-скул нету, но смотрите, что есть, есть возможность заказывать горячие обеды, такая возможность есть, я ничего не говорю. Так вот, про столовые, поэтому сейчас возможность заказать, конечно, есть горячий обед, есть бутерброды, есть молоко с печенькой, есть там пицца, допустим, пицца, да и мы все-таки ее, да, заказываем. Но если я перейдусь родители, которые, например, могут тебе позволить покупать все эти обеды, и тогда. И тогда на заказ тебе привозят вот эти готовые горячие обеды. Ну, насколько они там горячие, кто в них там что поклал, да, мы не знаем. Это останется загадкой. А если перевести эти деньги, это очень большие деньги. И, конечно, ты, посчитав эту, сделав эту простую математику, понимаешь, что лучше, конечно, собирать ребенка самостоятельно и давать ему все же, например, какие-то там печенюшечки, перекусочки, какие-то более-менее вкусные, которые ребенок любит. поэтому, смотрю, почем бензин, 112, нифига себе, это вообще дешево. Бензин дорогой по 125, тут 112. И ты плюс сам готовишь, ты знаешь, что ты ему дал с собой, что он поел, да, то есть там непонятно, что приносят, что они едят. Поэтому как бы палка о двух концах, то есть даже если у вас есть возможность заплатить деньги за эти горячие обеды, я не знаю, даже те люди, у кого есть возможность заплатить за обеды, будут ли они пользоваться такой как бы возможностью. Так, регуляр 112,9. Так, проезжаем. Куда? Ну, наверное, вот сюда. Вот сюда как-то встанет. Вот сюда. Я приехала в Костка и решила начать с заправки, потому что в машине уже совсем осталось мало бензина. И потом у меня просто после покупок вообще нету ни сил, ни ничего ехать еще стоять здесь в очереди. Сегодня пятница, поэтому, конечно, тут будет активно. Но время еще полтретьего, поэтому я надеюсь, что я быстренько заправлюсь и успею сделать покупки. Я не буду сегодня долго здесь ходить, расхаживать. И вот в связи со столовой у меня всегда вспоминается моя такая любимая история. Я, конечно, уже была в более старшем классе. Это, наверное, был класс уже девятый, десятый. Знаете, как было? Старшеклассники еду с собой носить уже не хотят сильно. Ну, так у нас там было, да, там полуголодные сидят. Пацаны у девок вечно что-то подъедают, откусывают. И я очень любила чебуреки. Я обожаю их до сих пор на самом деле, но, конечно, их не ем. Я вообще не знаю, когда я после раз ела чебурек, наверное, только лишь, который делала сама. Это было, наверное, где-то... Я не делала их, у меня просто оставалось тесто после пельменей и немножко фарша. И я вот так вот детям по одной штучке сделала и кости одну, и детям три штучки такие, ну, большие достаточно. И даже сама не ела, потому что не было на меня, уже не хватало теста. И чебуреки у нас по 29 копеек стоили, как сейчас помню. И я очень любила их покупать, они появлялись в определенное время. Так как у меня были связи в столовой, я очень хорошо дружила с сыном главной, значит, этой поварихи столовской нашей, тетя Мария, как сейчас помню. Ну, я знала, что она мне откладывала, значит, и я приходила и брала. Но я поняла, что когда я покупаю его, и я прохожу с ним, то есть я ем, то есть ты купил, идешь и жуешь по школе. Но я поняла в какой-то прекрасный момент, что пока мне каждый подошел и откусил, я прихожу с одной бумажкой только лишь от этого чебурека. Я поняла, что нужно что-то делать. Что я делала? Я выходила на уроки. Причем был у нас урок истории, как сейчас помню, меня никогда не... Это было раз в неделю, не каждый день. Раз в неделю, если такое позволяло, баловство за 29 копеек. Вот. И учительница... Там все работает отлично. И учительница по истории, конечно, она ненавистная, ее никто не любил, потому что она целыми уроками только делала, что спрашивала. Она тему не объясняла, поэтому историю я знаю плохо и не любила ее никогда, потому что учительница была очень... Как сказать? Не добросовестный учитель. Она не выполняла свою работу добросовестно. Я не говорю о том, знала она историю или нет, это уже как бы... История об этом умалчивает. Но о том, что она не умела преподавать нам ее, это однозначно, либо не хотела. И начиналась с того, что сначала почти целый урок она спрашивала нас. Кстати, мне иногда до сих пор снится история, что я прихожу на нее и я не готова. Значит, весь урок, она, наверное, скажем, там урок идет, скажем, сколько, 45 минут. Скажем так, 35 минут она нас спрашивает, 10 минут, ну там перемены или что, и там 5 минут, или без перемены, и 5 минут, 10 минут она объясняет тему. И потом задает домашнее задание, читать целый чаптер, там и чаптеры были в старших классах очень большие, там могло быть и по 10, по 15, по 20 страниц. И надо это прочитать, выучить самим. И на следующий урок то же самое, наша песня хороша, начиная сначала, начинается опять список по всему классу, вот это идет. А сейчас нам ответит на этот вопрос, и такая идет по списку. Инна Никулина, моя фамилия была Никулина, когда я была в девках ходила. Никулина нам ответит на этот вопрос. Я ненавидела, когда мою фамилию произносили. Для меня это был ужас всегда. Не любила отвечать. Только любила биологию, анатомию, это был мой самый любимый предмет. Вот. В общем, короче, я ненавидела. И поэтому на этом уроке никто в туалет она не разрешала, она говорит, что ты маленький, потерпи до перемены, типа такого. То есть выйти нельзя было, разговаривать нельзя было. Ничего нельзя было, только лишь отвечать, нужно было сидеть, учить ее историю, которую она никогда не объясняла. Вот. Ужасно. Вот даже сейчас, я когда учусь, я на уроке очень внимательно слушаю. Учитель в основном выкладывает информацию, он обучает. Я слушаю каждое слово, и я все понимаю. Когда я читаю книгу, я почти все это знаю уже. Я представляю все это. Даже если я где-то что-то недоучила, я читаю вопрос на экзамене, я знаю, что это было на уроке, и я вспоминаю ответ учителя на этот рассказ. Учитель преподает, он не занят опросами с утра до вечера, а опросники эти все происходят во время контрольных работ, самостоятельных. Учитель видит, что ты знаешь, что ты не знаешь, и так дальше. Я это ненавидела. Так вот, на уроке истории, это вообще рассказ про чебуреки и еду в обед. Как у меня стянулось. Называется, дайте поговорить. Хлебом не кормите, дайте поговорить. Вот. И выходила я на уроке, ой, у меня то вечно, то голова болит, то сердце болит. Вы знаете, сердце что-то схватило, давай, можно мне в медпункт. И я выходила, и шла в этот, в столовку. Но была, конечно, проблемка, меня потом одноклассники уже запалили, куда я хожу. Я просто на уроке покупала этот чебурек, брала, кушала его там, съедала, и возвращалась на урок. Наевшаяся, ни с кем не повделившаяся. Вот. И потом меня просекли, потому что, естественно, когда ты заходишь в столовую, ты весь пропахиваешься за секунду запахами столовки. Естественно, когда ты заходишь в класс, за тобой шлейф из запахов столовских, там котлет, пирожков, чебуреков, тех же и всего остального. Поэтому меня запалили, но, конечно, никто меня не выдавал. Все говорили, что Никулина, ходила чебуреки хавать? Да, ходила. Так что, вот были наши столовые, в которых ты, если что-то не принес, ты мог пойти купить булочку какую-то, там, со стаканом сока, да, тоже там стакан молока, какой-то взять, ватрушку, что там были, булочки, ватрушки, чебуреки, были горячие обеды, был, например, там борщ можно было купить, там, да, макароны какие-то с какими-то котлетами. То есть, здесь с этим похуже, здесь с этим похуже, в том плане, что, как бы, еда есть, но она дорогая, и в переводе на деньги тебе лучше самому давать ребенку еду с собой, и это уже make it, как бы, более complicated, да, более запутанная ситуация получается, сложноватая. Задача с усложнением, так сказать, ну, как бы, плюс того заключается, что ты знаешь, что ты ребенку дал и что он поел. Вот такие мои были рассуждения на тему вообще детей, еды и всего остального, просто утром, когда складываешь ланчи, это как бы все время вспоминается мое детство, и как бы этот вопрос, с одной стороны, решался легче, с другой стороны, наверное, просто это было действительно как-то легче. Сейчас просто больше разнообразия, дети как бы ожидают большего получить их, что им хочешь дать больше, и поэтому это как бы такой двойной стандарт. Извините, получается. Вот. Да, так что это те мысли, которые приходят ко мне по утрам, в 5 утра, когда я собираю все эти ланчбоксы, мне это берет полчаса собрать детей Костю, полчаса. Мне говорят, почему ты с вечера не готовишь? Я не могу, но с вечера, допустим, да, я могу сложить кости в коробочку, там какие-то остатки, то, что называется лайфтоверс, какие-то или что-то. Я сложила в коробочку ему еду, потому что он будет греть, это горячий обед, в смысле его обед, он будет его греть в микроволновой печи все равно на работе, то есть все окей с этим. С детьми посложнее, с детьми посложнее, потому что, если они хотят горячие, например, там макароны с какими-то соусами, которые я им делаю, даже если у меня это уже есть готово, оно должно быть горячее, потому что я складываю им в термос, у них нету микроволновой печи подогревать, то есть у них должно быть теплое в термосе свежее, то есть это утром нужно, даже если у тебя есть отваренные макароны, да, и все, тебе нужно подогреть это все, сложить, и чтобы каждому это разложить. Бутерброды, если я им даю, в основном я их кормлю бутербродами, вы знаете, я вот в Коско беру булочки, беру Филадельфию, колбасу. Если я сделаю этот бутерброд с вечера, к утру он уже размят, не так и к ихнему обеду, это вообще уже будет вообще непонятно, что это будет какая-то мокрая субстанция, размякшая об этом булочкой, и говно какое-то, извините меня за выражение. Поэтому как бы нет смысла мне делать заранее, да, я заранее складываю, например, там им снаки, там печенюшечки, яблочко, вот такие вещи я могу с вечера, да, сложить уже в ланчбокс, но все равно основная еда вот эта у меня забирает время, каждому какие-то снаки, перекусоны, чтобы все это не забыть поскладывать, это все берет время. Поэтому, конечно, от этого подустаешь. И я была лишена этого, то есть как бы в Израиле еда еще была маленькая, он кушал в садике, мне не нужно было переживать как-то вообще за его еду. Костя кушал на работе, я тоже. У Кости были рестораны, которые оплачивались от работы, и я вообще никогда не переживала за его обеды и перекусы, там всегда что-то было. А у меня на работе не было, мне не оплачивали, и у меня ничего не было, но я делала умнее, либо я приносила с дома, что было крайне редко, потому что это не очень сильно принято в Израиле. Вот, я просто ходила в магазин в начале недели. Я шла в магазин, и мне уже сейчас нужно будет заправляться. Я шла в магазин, покупала на неделю себе колбасы, во-первых, я брала фрукты, овощи, фрукты, овощи, и делала себе для того, чтобы салаты. То есть, много покупала, и у меня в холодильнике это все лежало на работе. Вот, и у меня было для салата, то есть, салат был, основа, естественно, всякие там овощи, плюс я могла его делать либо, типа, с брынзой, такой, да, с фетой, либо могла делать с тунной, то есть, я тоже это все покупала на неделю себе, 2-3 баночки там туна, например, упаковочку, там, этой брынзы, феты, и могла купить, например, просто порезать колбасу, более толсто попросить, и я ее ела, ну, как с куском мяса, да, салат. То есть, вот такие были планы. Я так приходила, например, в понедельник на работу, на обед выходила, покупала себе это все в магазин, спускалась внизу, и в холодильнике у меня все лежало, и я, в принципе, неделю ничего, не нужно было за это думать. Здесь это как-то, не знаю, непрактично, неудобно, ну, не так. Тут мне приходится детей складывать, потому что здесь никто их не кормит, да, с собой на работу и кости, и мне на учебу с собой еще что-то нужно брать. Ну, хотя бы на учебе у меня, конечно, есть недорогая столовая, кофейня, она действительно очень, ну, обед, можно хороший поесть, за 4 доллара, если ты берешь один айтем, если ты берешь два айтема, это 6 долларов, это очень хорошо, то есть, реально горячий, хороший обед, горячая еда, они сами там готовят, то есть, там, прикольно. Ну, я, конечно, там один раз только покупала, вот, так с дома, что-то, конечно, обычно беру. Ну, вот, в общем, как-то так. Все, ребятки, это было все на сегодня, надеюсь, вам было интересно и не скучно, поделитесь, пожалуйста, своими обедами, что обычно вы складываете деткам в школу, и какие у вас воспоминания с детства, связанные с вашими столовками, с вашими столовками в вашей школьной жизни. Все, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»!